приветствую всех на канале привет я индия не забудьте поставить лайк и оставьте комментарии муж уже приехал вчера вечером тоже кстати нездоров кашляет пока кашляет но я думаю и заболеет а вот пришел нам какой-то тут баба непонятный говорит тебе точку сделаю на лбу тилок мураджи говорит нет я не хочу я тоже не хочу я не верю в этих всех ходячих бабу по улицам кстати на другой рады рады хорошо если уже на то пошло мы дали ему 50 рупий что колесо или что дали ему 50 рупий если правда есть у него какая-то сила дал он нам благословение то пусть даже так просто не обязательно чтобы он нам ставил телок вот так вот ходят по улицам смотрите босиком вообще человек кстати вот звуки сдает я смотрю дальше у него там друзья по улице пошли он не один посмотрите у него там есть друзья еще видите их там двое один уже пошел дальше и просит там дальше я я говорю что я не осуждаю и я не знаю правда неправда есть там какая-то сила или нет ну просто говорю что честно я не доверяю но этот как бы ничего ничего нам такого не сказал потому что обычно вот мошенники они всегда хотят больше как бы вы циганить денег поэтому они там начинают обычно вот оглядывается так на меня же его снимаю потому что они обычно пытаются денег вы циганить и они тогда начинают морочить голову что у вас там какая-то вот с какой-то сглаз есть там то давайте я вам там еще что-то сделаю давайте я вам еще что-то там какой-то ритуал проведу то все но этот ничего не сказал поэтому мы дали ему 50 рупий просто вот так вот и пошел он дальше вот я смотрю они по всем по всем домам ходят но кстати не каждый им еще и откроет но раджешу скажем так нужно было уходить уходить выходить из дома он поэтому просто откупился от него 50 рупий дал и пошел дальше ну а я в таких случаях если честно даже и не выхожу потому что я я не то что вы боюсь но знаете все равно вот это негативная энергетика от таких людей допустим то есть я же не знаю что у него там внутри на самом деле то есть хороший он человек плохой человек с какой он целью это делает то есть если у него действительно там то есть святой он там допустим человек или просто попрошайка переоделся понимаете это же здесь бизнес в индии таких знаете сколько целый день ходит поэтому в общем просто чтобы не связываться с вот этим совсем негативом скажем так я просто я просто даже не выхожу я обычно закрываю на замок и делаю вид что нас дома нет вот и все ну вот видите там вообще никто не открыл ни один человек не открыл это вот то что я вам говорю что люди просто даже не хотят связываться смотрите это уже вот третий дом третий дом в который он пошел но никто там двери не открывает то есть никто не хочет просто даже с ними разговаривать вот и все так что вот так что все пошла и обратно мы продолжаем болеть здесь вот у нас погода стала по суше вернулись обратно здесь работнички в этот дом теперь целый день пилят сверлят конечно очень очень много звуков очень много звуков здесь было была такая тишина вот где-то наверное недели две здесь вот у мы все по убирали когда у нас были все вот эти мероприятия ну я конечно за все за это платила деньги кстати стена вот стена так и лежит никто ее так не поднял никто ее не сделал лежит и лежит хотя я слышала разговоры о том что будут что-то делать но я так поняла он спросил о деньгах да сколько все это будет стоить они наверно сказали какую-то определенную сумму и в общем все это на этом нам на всем так и заглохла потому что как я уже говорила в одном из предыдущих видео человек очень сильно пьет я так поняла даже жена его бросила его но нет даже не то что я так поняла мне сказали что даже жена его бросила и ушла развелась с ним потому что видно человек пьет очень сильно не зарабатывает ни копейки я так понимаю что наверное у его родителей то есть здесь же как такие моменты бывают если у допустим государственного работника есть пенсия и даже если отец умирает то на всю его семью распространяется вот эта пенсия то есть пенсию все-таки выплачивают и я так поняла что вот они живут на эту пенсию до сих пор в итоге никто не зарабатывать ни копейки то есть там вот смотрите в этой стороне вывалилась уже как бы кусок забора смотрите сейчас я даже подойду поближе и покажу а вот здесь опять ломается забор видите то есть вот это все упадет на мою сторону вот еще один кусок забора и он тоже ломается клонится клонится так он и упадет ну пока я же говорю пока мне на этой земле как бы смысла особого нет ничего делать поэтому пусть валяется принципе это же это же его проблема что у него стена вывалена до дом открытая смотрю там и окно у него разбитые стекла тоже никто ничего не делает скоро уже внутри там и птицы и собаки и кошки будут залазить но эта земля просто наша но она пустует кстати многие многие меня спрашивают говорят о том что вот бы огород бы посадила то все ну какой огород вы же знаете что вот на вот этом дереве постоянно сидят обезьяны это их любимое дерево какой огород и что я буду здесь садить огород для кого для обезьян чтобы они приходили мне тут помидоры огурцы и так далее все обжирали ничего я не буду здесь делать мы об этом уже 300 раз говорили вот с мужем об этих вещах еще когда мы только-только сюда переселились я еще что-то думала здесь делать но тогда еще обезьяны сюда не приходили до моего дома поэтому я еще вы думала о том что может быть здесь что-то посадить какой-то парк сделать а теперь я не хочу потому что просто это дурная работа я не хочу этим заниматься кстати вот вчера вчера прищипнула все вот все растения как посоветовали мне девочки вот все растения которые у меня все растения которые муж опять назад едет для чего все растения вот которые у меня в длину росли кто-то мне посоветовал сказал что немножко по подрезайте их чтобы они у вас были более такие широкие более пушистые до более такие густые поэтому все все абсолютно растения я вот верхушки им подрезала чтобы вот отсюда начался рост вот кстати суккуленты буквально вчера тоже видела видео вот эту верхушку даже у суккулентов обрезают видела вот в шотах есть там один канал который именно суккулентами занимаются чтобы вот отростки вот эти шли так что чем все 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 вчера все 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 вчера подрезала вот вот этот кстати цветочек тоже не пойму это вот у меня вырос из листочка вырос из листочка выросли Вот эти вот мелкие отростки В общем дальше они не растут Вот стоит все на месте Не знаю, просто не сильно Не сильно в суккулентах Эти вот у меня, не знаю Кто-то мне там постоянно пишет Что вот вы большие горшки Очень даете, но я не знаю Это уже самые маленькие такие размеры Как для суккулентов Меньше этого у меня даже и нет Так что я вот вчера все, абсолютно все Цветы я их подрезала Видите, верхушки полностью подрезала Этот тоже вот отрезала Тут кусочек, видите Ну здесь идут маленькие отросточки Я думаю отрастут они Так что пока Пальмы вот эти тоже, не знаю Что за проблема, в чем за проблема Почему они постоянно такие грустненькие Здесь вот тоже авокадо свои Тоже сверху немножко все прищепнуло Чтобы они в длину не росли Здесь тоже вот прищепнуло Я конечно буду раздавать Придут мои подружки Когда-то же они придут все равно Я всем пораздаю Так что пока все Мы все болеем Моя помощница тоже болеет Тоже кашляет, чихает Поэтому я ей маску одела Потому что сегодня я увидела Как она моет посуду вот здесь И здесь же и кашляет мне на посуду Поэтому я решила Сразу же одеть ей маску Сказала, будешь в маске работать Привет еще раз хорошие мои У нас уже обеденное время Помощница моя ушла Отключили свет Не знаю, кстати Надолго, ненадолго Работа у меня вся остановилась Решила выпить кофе И немножко с вами поболтать Приятного всем кофе Я болею уже больше недели Муж приехал тоже кашляет Заболеет 100% Он сильнее Потому что я смотрю этот вирус Он набирает оборотов Как раз вот через 3-4 дня То есть я болела несколько дней Вот у меня как-то так Типа насморк был Но вот сейчас я заболела конкретно И выздоровление вообще Как бы не предвидится Это я говорю к тому Что мне там Многие люди пишут Такие комментарии чудные Что никаких вирусов нет Все это придумано Ну вы меня извините Как это может быть придумано Если я это чувствую на себе Я простуженная насквозь И я даже не могу Не могу даже Ни шотов делать Ни озвучивать видео У меня работа вся остановилась Потому что у меня Голос вот какой И состояние С утра это вообще что-то То есть мне раскачегарится Это час Вот попить горячей воды Выпить там чай Кофе То есть это час Вот мне занимает Чтобы себя как-то вообще Поднять на ноги Готовить тоже приходится Самой Потому что уличного Ничего нельзя Нам ни мяса Ни рыбы Ни яиц Ни лука Чеснока Поэтому все очень строго Поэтому даже готовить Мне приходится Допустим Самой Это вот знаете Тот же случай Когда вот писали про корону Да еще в то время Писали что все это придумано И никакой короны нет Да все это ерунда Это могут писать Только те люди У которых допустим Не было Допустим У которых не было короны Моя помощница Тоже заболела Походу Заболела она Еще раньше Чем я Но до сих пор Я смотрю Она тоже вот болеет И как раз вот сегодня Я готовила на кухне И вот смотрю Она стоит и кашляет Стоит и кашляет И кашляет Причем На мою посуду Да Моет посуду И кашляет Я такая Подхожу к ней Говорю Слушай Говорю Ты кашляешь Давай Одень маску Говорю Ты кашляешь И прямо кашляешь На посуду Не Я не кашляю Не 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 брызгает Я говорю Ты понимаешь Слюна брызгает же На посуду А ты тем более болеешь Говорю Ты маску одень Говорит Нет Я не кашляю Нет Не брызгает Ну Во-первых То что брызгает Я думаю Знает каждый А насколько далеко Брызгает Я узнала Когда посмотрела Фильм По-моему Полтора метра Между нами В общем Там девочка Подросток У нее Проблемы с легкими Фиброма И Очень Как бы Неизлечимое Такое Неизлечимая Такая болезнь Ей нужна была Пересадка И именно Просмотрев этот фильм Я узнала Что Насколько Далеко Брызгает Наша слюна То есть Минимум Пол метра А может быть И дальше Да Поэтому Ей запрещалось Подходить Вообще К кому-либо Допустим Даже вот Чтобы разговаривать Ближе Чем на полтора Два метра Ну и в общем Я поняла Что там Бесполезно Что-то Объяснять Это тот же Случай Когда вот Со шваброй Многие уже Допустим Посмотрели видео Поняли Не пишут А многие До сих пор Мне каждый день Пишут Вот почему У тебя помощница Корячится на полу Почему ты ей швабру Не дашь Ну потому что Объяснить Трудно таким людям Понимаете Это бесполезно Объяснять Но когда Дело касается Ее Допустим Мне нужно Качество работы Мне все равно Как она это делает Хочет пусть делает Со шваброй Хочет пусть делает Без швабры Но когда это касается Меня лично Она моет мою посуду Еще говорит мне О том Что я не чихаю Или я не кашляю И брызги Не летят на посуду Это уже Совсем другое дело Понимаете Поэтому я просто пошла Взяла маску Принесла Я говорю Так Ты одеваешь маску И ты одеваешь ее Все время Пока ты не выздоровеешь Пока ты вот Не выздоровеешь Пока ты Одеваешь маску Допустим Уже несколько раз Говорила ей Отдохни Возьми выходные Зачем ты приходишь Допустим больная Возьми несколько дней Выходных Тоже нет Говорит Я много отдыхала Пока вы были там В гостинице Ну пока у нас были Все вот эти мероприятия Практическую неделю Она не приходила Не работала Не знаю Какая-то у нее там Своя калькуляция Тоже не хочет приходить Ну хотя она может Думать Что если я заболею Уже сильно тогда Возьму выходные Ну в принципе тоже нормально Если она заболеет сильнее Сил не будет Возьмет выходные Но знаете Вообще вот Хотела сказать По поводу Вот этих всех Объяснений Да Насчет помощников Объяснять вообще Что-то трудно Что-то трудно Я не понимаю Я не понимаю Я не понимаю в чем дело Я ей говорю Почему ты шипишь В чем дело Что случилось Она мне говорит У меня болит зуб Я говорю Почему ты не лечишься Я сходила к доктору Доктор сказал Нужно вырывать зуб И тоже там дорого 500 рублей стоит Вырвать зуб Ну я говорю Ну иди вырывай Если доктор сказал Ты что Знаешь лучше чем доктор Допустим Нет Говорит Появилась здесь Какая-то бабка Детка Которая Очень Очень хорошая В общем Она мне Это на индийском На хинди Говорят Фукмарна Фукмарна Это значит Вот какое-то колдовство Магия Да Что вот Как фук Это как Вот так вот сделать И все Типа меня там Излечит она Своими молитвами Своими ритуалами Ну я говорю Ну попробуй Если в принципе Ты уже решила В общем сходила она Пару дней Я ее спросила Ну что тебе легче Она говорит Да мне легче А что она делает Ну она говорит Накрывает меня Каким-то вот Полотенцем Покрывалом Она сказала Что у меня в зубах Червяки Червяки И в общем После того Как она накрывает Ее одеялом Говорит Глаза закрыть И ни в коем случае Не подглядывать Это Главное условие Иначе Иначе ничего не получится И в общем После этого Как что-то Она там шепчет Что-то дает ей Какой-то порошок И потом показывает Что на тарелочке Есть вот эти червяки Она говорит Как только выйдут Все вот эти червяки Ты полностью Излечишься Потом я ее еще Спросила Я не знала Тогда Что она дает ей Еще какой-то порошок Что-то пить Есть Я говорю Она тебе что-то дает Я говорю Да Она мне дает Какой-то порошок И мне так становится Легче После этого Прям Прям шикарно Себя чувствую В общем Походила она туда Три дня Естественно Отнесла деньги Потому что Никакого Колдовства И никакого В общем Излечения Бесплатно не будет Понятное дело В общем Через три дня В общем Еще пару дней Она вот так вот Походила Будто говорит Да легче Мне прям легче Мне очень легче Ну естественно По всей видимости Действия порошка Прошло И после этого Она опять начала Вот это вот шипеть Вот это такое началось В общем Я просто Дала ей Тысячу рупий Говорю Так Ты берешь эти деньги Говорю Идешь к доктору Вырываешь зуб Покупаешь все лекарства Которые он тебе выпишет И ты не приходишь сюда Пока ты полностью Не излечишься Говорю А пока не вырвешь себе зуб Говорю Вообще не появляйся здесь Говорю Потому что Вот это твое шипение Говорю Вообще реально Говорю Мне уже надоело Во-вторых Говорю Зуб сам не пройдет Пока ты его не вылечишь Или не вырвешь Что уж там доктор скажет Само вот точно не пройдет Поэтому Не надейся никаких Ни на каких бабок Дедок А иди Просто лечись В общем пошла она Потом через два дня Правда пришла Очень быстро Говорит Да вырвала Все я принимаю лекарства Обезболивающие Но выходных Много брать не хочу Но уже должна сказать Что на третий четвертый день Она значительно Себя лучше чувствовала И говорила о том Что мне действительно Мне действительно легче Так что вот такая вот история Поэтому с такими людьми У меня получается разговор Короткий По-другому Просто там бесполезно Потом вот часто пишут мне В последнее время Тоже зрители Что ты постоянно Всем недовольна Ты постоянно говоришь о том Что то какие-то там Звуки Везде Слышите вот это вот пиление Потому что у нас По четырем сторонам Идет стройка И поэтому дома построили А теперь ложат Кафель Ложат там Ну плитку Камень И так далее Поэтому это пиление Не проходит Если честно говоря Вот сейчас просто Отключили свет Поэтому нет звука И то видно Где-то есть все-таки свет Здесь у меня перед домом Вообще целый день пилер Поэтому я вчера Не могла озвучить Даже просто вот видео Потому что куда бы я ни пошла Везде Везде абсолютно Есть звуки Поэтому это очень трудно И это не Это не называется Быть недовольным Люди Это называется Хотеть просто удобств Я не знаю Есть ли какие-то люди Даже из вас Которые не хотят удобств Неужели Каждому человеку Будет нравиться Если допустим В квартире Там сверху Кто-то будет целый день Топтаться Там орать Шуметь И так далее Или даже целый день Слышать вот такие звуки Я думаю Это нормально Хотеть Жить нормально И удобно И чтобы никто тебе не мешал Поэтому Такие глупые комментарии Я думаю Пишут только Глупые Или какие-то люди И в принципе Если вы пишете Что я абсолютно Всем недовольна Вы значит Тоже получаете Совсем недовольным Вы смотрите Неудобную Недовольную вам женщину И продолжаете Все равно Ее смотреть Каждый день И писать мне Такого рода комментарии Да Ты недовольная Ты то Ты все И все равно Вы продолжаете Меня смотреть Это вам делать выводы Понимаете Это вам делать выводы А не мне Делайте выводы Сами Зачем смотреть Человека Который вам не нравится Зачем мучаться И все равно Продолжать Меня смотреть Так что Вы меня извините Я буду такой Какая я есть И меняться я Не собираюсь Меняйтесь вы Если уже вам Так невыносимо Меня смотреть Тогда удаляйтесь С моего канала Выход только один Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому